Музыка Выбрасывать энергосберегающие лампы и другие отходы, содержащие ртуть, мусоропровод и уличные контейнеры не следует. Это небезопасно для самих потребителей и к тому же вредит окружающей среде. Как правильно избавляться от перегоревших ламп, расскажем в нашем сюжете. Тут это вещество первого класса опасности, то есть одна разбитая лампочка может сделать непригодным воздух в достаточно большом помещении. Поэтому главным условием для безопасного его удаления это бережное использование и последующая правильная утилизация. То есть необходимо исключить возможность попадания ртуть содержащей лампочки на контейнерную площадку. В городе специальные контейнеры по сбору перегоревших ламп установлены на территории Бастандыгского района. Поэтому многим потребителям проще выкинуть лампу в мусорный контейнер, чем ехать через весь город до специальных боксов. Поставлены конкретные задачи по внедрению безопасного сбора вот этих отработок бывших употреблений лампочек. Были обозначены такие задачи, как внедрение безопасного сбора ртуть содержащих лампочек. В этой связи мы уже начали плотную работу по агитации и просвещению населения через общественное объединение, через КСК, через районные акиматы. Планируется проводить такие образовательные семинары в учебных заведениях. Для переработки и утилизации перегоревших люминесцентных ламп и других приборов, содержащих ртуть или пары ртути, вы можете обратиться в городское коммунальное предприятие «Алматы Экологастрой» или в компанию «Сенап Плюс». Оборудование предназначено для термической демеркуризации, удаления ртуть из люминесцентных ламп. Удаленную ртуть мы пока храним у себя. Коммунальное предприятие «Алматы Экологастрой» принимает перегоревшие лампочки бесплатно. В ближайшем будущем планируется установить специальные боксы для ламп во всех районах города. Чтобы потребители получали более точные счета за холодную воду и канализацию, сотрудники холдинга «Алматы СУ» ежедневно обходят квартиры и частные дома, чтобы снять показания с приборов учета. Однако не всегда у контролеров имеется доступ к счетчикам. Здравствуйте, Горводоканал. А нам показания холодного в одном области. Нет, нельзя, тут нету никого, я вам не могу открыть. Таких потребителей, которые отказываются предоставлять данные со счетчиков, только в Медеусском районе свыше 7 тысяч. В таких случаях владельцы частных домов обязаны установить приборы учета в колодцах, чтобы контролеры беспрепятственно смогли снять с них показания. Население не открывает, не предоставляет доступ к водомерному узлу, согласно проекту. Согласно техническому условию, должно быть в колодце на Оврельске, либо в промежуточном колодце приборы учета должны находиться. Скоро эта проблема будет решена. Владельцы частных домов в обязательном порядке должны будут перенести счетчики в доступное для контролеров место. В противном случае они будут отключены от услуг водоснабжения и водоотведения. Мы сейчас дали предписание потребителям до 1 мая весны, что потребители должны перенести водомер в колодец на Оврельске, либо в промежуточный колодец. Потребители сейчас приходят к нам на переоформление договора, сразу же мы уже в акте пишем. На сегодняшний день контролеры холдинга Алматы Су не могут снять показания с индивидуальных приборов учета воды у 37 тысяч владельцев квартир и домов. Редактор субтитров А.Семкин